Завтрак пропускать не стоит, тем более полезный. Накануне Дня Российского Предпринимательства Сбербанк пригласил своих клиентов и партнеров на бизнес-завтрак. Далее мы расскажем, почему полезно начинать день с таких неформальных встреч. Заглянуть на чашечку кофе в это кафе можно с декабря. Бармен Алексей Кузнецов открыл свой бизнес и пополнил ряды предпринимателей. Правда, вместо бумажной волокиты, как и раньше, предпочитает оставаться за стойкой, ближе к клиентам. Эфиопский, Кенийский, Индийский, Кубинский. Возможность угощать посетителей кофе разных сортов появилась у Алексея благодаря сотрудничеству со Сбербанком. В начале пути, когда мы открыли счет, разрабатывали идею открытия кофе, мы финансировали не стали инвесторов искать, а пошли обратились в Сбербанк и попросили кредит. Сейчас уже планируем взять второй кредит. На кофе, а точнее бизнес-завтрак, сегодня пригласил своих клиентов и партнеров один из крупнейших банков страны. Встреча прошла в канун Дня российского предпринимательства. Какие проблемы волнуют бизнесменов? В какой поддержке сегодня они нуждаются прежде всего? К открытому диалогу подключились больше 30 северодвинских предпринимателей. Эта традиция была зарождена нашим президентом Сбербанка Германовским, причем грифом, ну и мы стараемся на территориях именно продолжать вот эти традиции. Основная цель – это, безусловно, встреча и общение, живой диалог. Нам необходимо слышать обратную связь. Обратная связь сегодня звучала и в адрес представителей власти по государственной поддержке. Субсидии – это, конечно, хорошо, но для активного развития инвестиций должны быть куда больше. Как мы знаем, что без инвестиций никакой бизнес состояться не может. Не состояться, не развиваться. А где можно инвестиции, откуда привлечь? Вот, конечно, кредитные организации – это первое, что приходит любому на ум, да, пойти и взять кредит предпринимателям. Нужны оборотные средства. Кредитные организации эти оборотные средства имеют. Вопрос условий. А условия для каждого клиента в Сбербанке индивидуальные. Все для того, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно и постоянно двигался вперед. Борис Алексей Кузнецов своим примером уже доказал, что это возможно. Мария Воробьева, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Мария Воробьева, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.